Светлана, как сейчас выглядит собственное производство вашей компании? Собственное производство у нас представлено 170 производствами, куда включены как децентрализованные цеха на магазинах, это кулинарные и пекарни, и в том числе крупная материнская фабрика кухни в Красноярске, и два крупных централизованных производства в Абакане и в Ангарске. Так как мы работаем в четырех регионах, то есть мы работаем в Красноярске, мы работаем в Хакасии, в Тыве и в Иркутской области, поэтому вот такая у нас широкая география и такое большое количество представленности собственных производств. А как давно они у вас начали развиваться? Ну, собственно, производство начало развиваться достаточно давно, это большая история, более 15 лет. Но вот так активно приросли мы производствами буквально за последние несколько лет. А как в связи с событиями последнего года, наверное, меняются интересы покупателя, поведение покупателя, и какие проблемы для вас возникают в связи с этим? Вот, для нас, начну с проблем, да, потому что самая большая проблема для нас случилась, это когда началась пандемия, и наш уважаемый, любимый покупатель сел дома. То есть, когда сократилось потребление вне дома и увеличилось потребление в домашних условиях. То есть, тогда, когда все возомнили себя кулинарами, ну, это действительно так есть, потому что очень много талантливых кулинарных, одаренных людей, и просто у них освободилось время, когда они смогли это реализовать. Да, и куда деваться. Куда деваться, да. Но мы, как собственное производство большого ритейла, на себе ощутили спад объемов продаж. И для нас, как для собственного производства большого ритейла, возник вопрос, а что мы будем продавать, что мы будем предлагать, какой покупатель к нам сегодня придет, да, чем мы сможем ее удивить для того, чтобы снивелировать нашу потерю продаж. Мы здесь пошли несколькими путями. То есть, мы буквально за очень короткий период организовали собственную доставку, и пусть она была незначительная, да, прям с фабрики кухни, но она была, и наши покупатели этим пользовались. Мы предложили своему покупателю готовое решение замороженных хлебных полуфабрикатов, потому что, ну, вот мы с вами работающие, да, дамы, но наши семьи, они любят вкусно покушать. Представим, что у меня или у вас там, допустим, дома двое детей, муж, который любит свежую выпечку и который все время хочет быть сытым, да, а вы хотите реализоваться или я как мама, как хорошая хозяйка, но я не все умею делать хорошо. И поэтому, благодаря тому, что мы положили на полку вот именно готовое изделие, готовую булочку замороженную, готовый круассанчик, готовый пирожок, то есть хозяйка покупает и замороженные дома, действуя по нашей инструкции, она в свой дом принесла то умение и тот продукт, который, может быть, она не умела готовить, но она стала в лице своей семьи именно классным кулинаром. Вот. То есть вот таким путем. Ну и мы, естественно, в процессе реализации вот всех этих действий очень внимательно отслеживали то, что происходит у нас внутри, с нашим доходом, с нашим персоналом. Мы за период пандемии не сократили ни одного человека. То есть мы ежедневно отслеживали продажи в магазины и выводили только то количество персонала, которое необходимо. И мы сказали нашему персоналу, то есть мы практически в диалог вступили с каждым сотрудником, о том, что у вас есть уникальная возможность немного отдохнуть. Да. Ну вы не потеряете в зарплате, вы как бы остаетесь нам нужны и важны, но у вас есть возможность просто воспользоваться небольшим отпуском. И мы распределили таким образом рабочее время, что у нас сотрудники были периодически задействованы в работе и сохранили весь коллектив. Но дальше, знаю, что вы все-таки решили еще больше людей увлечь идеей приготовления дома и сделали целую такую акцию. Видела ваши ролики, очень такие зажигательные, которые приглашали к участию. Смотрите, пожалуйста, подробнее. Ну вот идея такого народного шеф-повара у меня зрела давно. Просто ситуация, наверное, вовне сложилась именно таким образом, что эта идея нашла время реализации. Потому что я говорю, что в каждом из нас живет гений. Гений в какой-то области. Кто-то гений IT, кто-то гений кулинарии. И вот мы решили вот эти гений в кулинарии, наших покупателей, именно вытащить из пространства домашнего на нашу кухню со своими идеями, со своими предложениями для того, чтобы их реализовать и уже продолжить эту историю на полках наших магазинов. И нам это удалось. Так, что вы сделали? Вы предложили людям приносить свои рецепты к вам в сеть, правильно? Да. Мы отобрали лучшие рецепты, которые нам показались интересными с точки зрения того жюри, который работал в этом направлении. Пригласили финалистов в Красноярск. И они приехали из разных регионов. Вы знаете, было очень интересно, что было задействовано не Красноярск, вот именно локально, да, город, в котором мы так находимся очень плотно и нас много, а приехали регионы. Откликнулся Ангарск, откликнулся там Шушенская, Минусинск. Там были заявки из таких городов, я честно, я даже иногда не знаю, где это находится, но люди о нас знают, и до них эта информация дошла, и им хотелось поучаствовать в этом процессе. А люди разных возрастов? Разных возрастов, профессионалы, непрофессионалы. Были даже заявки от детей, но мы там установили определенный возрастной ценз, потому что, ну, понимаем, что конкурировать детям со взрослыми достаточно будет сложно. Может быть, мы когда-нибудь проведем детский конкурс «Народный шеф-повар». И люди приехали, и мы уже в масштабах финала отработали вот те рецепторы, которые они привезли. И среди вот этих там 18 финалистов, среди 18 финалистов мы уже выбрали лучшие рецепты и наградили троих победителей в разных категориях, салаты, горячие и десерт, денежными призами. Остальные победившие получили призы, признания. Ну, это было замечательное мероприятие. Так, помимо эмоциональной составляющей, в цифрах, что вы получили? То есть я понимаю, что вы взяли теперь эти продукты, ну, эти готовые блюда к себе на реализацию, правильно? Да. Ну, мы пока, так как мы запустили это только в апреле, то есть сами блюда, так как мы закончили весь период конкурса перед самым Новым годом, было технологически сложно сразу запустить сеть, потому что Новый год, увеличение объемов продаж, и у нас отодвинулся запуск. И только в апреле мы сейчас на полку положили продукты народных шеф-поваров. О цифрах говорить еще как бы преждевременно. Сколько штук-то положили? А, восемь. Восемь из Каю, да, запустили. Но это не окончательная цифра, потому что есть продукты, которые мы дорабатываем, еще для того, чтобы он был технологически удобен в запуске. Восемь из Каю мы запустили в семнадцати суперсторах. Сколько популярно это было, допустим, там, как следили вообще люди? Вы знаете... Вы ожидали, чтобы вот так, или превзошло ожидание? Превзошло ожидание, да. Во-первых, поступило более 600 заявок на участие в конкурсе. Большая цифра, маленькая, я считаю, что это очень хорошие. Такие цифры, 600 заявок на участие из разных регионов. Если отслеживать по цифрам людей, которые смотрели, в круговую социальные сети это больше семидесяти тысяч просмотров. То есть семьдесят тысяч человек следило за тем, как этот конкурс проходит. То есть это те потенциальные участники следующих конкурсов. Это наши покупатели, которым было интересно, что мы делаем, как мы делаем. И действительно ли мы честны с ними? И то, что происходило в виде обратной связи, те фидбеки, которые получили мы, ну, они показали, что мы делали правильно, да, действует в правильное направление. Потому что действительно в рамках торговых сетей таких конкурсов никого никто никогда не проводил. Мы не требовали от покупателей никаких условий, мы не выставляли. Там, купи на полковой тысячи и участвуй. Нет, не было ограничений. Он должен был просто купить продукты, приготовить и представить себя в рамках сети. Как это, своего блюда у нас в сети. И мы видели очень большую заинтересованность со стороны наших покупателей. Это очень приятно. Такое реалити-шоу прям получилось местного масштаба. Оно получилось реалити-шоу, и оно получилось очень качественным. Был очень качественный продукт, благодаря нашим партнерам из агентства АПИР, то есть те, которые это наполнили, как говорится, оформлением, действием и так далее. Это было очень интересно. Как сейчас, в ближайшее время, вы планируете работать с этой категорией собственного производства? И, может быть, еще есть планы на какие-то дальнейшие движения в сторону покупателя, скажем так, чтобы привлечь его в национальном плане, в таком материале? Мы всегда близки к нашему покупателю. Это прям, наверное, фишка регионов. Потому что мы лучше знаем, что они кушают, какой хлеб они предпочитают на завтрак, и в какое время дня им интересно съесть ту или иную булочку. Сейчас нашему покупателю интересна история наших фермерских отделов, которые мы открывали, открываем сейчас в наших суперсторах. Это колбасные изделия, это рыбные изделия, это все очень небольшого срока годности, свежее и сделанное действительно из качественных продуктов. Нет, это мы делаем сами. То есть мы собирали рецептуры, действительно, таких приближенных к фермерскому изделию, изделию, да, рецептуры колбасной, и воплотили их у себя на витринах суперсторов. Это не промышленное приготовление, там, допустим, колбасы или сосисок, сарделек. Это все-таки более такой продукт... А запрос на это есть в регионах? Запрос есть на это. Потому что стремятся люди покупать качественный продукт. И он не дешевый фермерский продукт на самом деле, и не каждый может себе позволить. Ну, кто-то придет, купит, там, полкило, а кто-то купит 200 грамм. И мы предлагаем нашему клиенту попробовать, прежде чем совершить покупку. То есть решение через пробу. Здорово. Ну, мы желаем вам и дальше таких же нетравиальных идей, такого же блестящего оплачения. Спасибо большое, что вы к нам пришли. Спасибо.